МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифра в районе 40, поэтому в этом году мы себе не изменили. Классическая для нас цифра – 40 площадок в Омске. Какие самые многочисленные? Куда больше людей приходит? Традиционно многочисленными площадками являются, конечно, вузы. В МГУ Достоевского был организован диктант в пяти корпусах, и в пяти корпусах написали порядка 400 человек. Большие площадки в ПЕТ-университете, в МГТУ, там написали больше 150 человек. Автобронетанковый институт – тоже большая площадка. Поэтому вузы традиционно пишут много. Хочется сказать, что очень много написали традиционно, опять-таки, в омских муниципальных библиотеках. Они открывают филиалы для пишущих диктантов в разных точках города. И вроде бы 30-40 человек, но когда мы складываем, получается тоже приличная сумма. И в этом году это больше 200 человек, написавших только в омских муниципальных библиотеках. Плюс была площадка в Пушкинской библиотеке. Там написало тоже порядка 50 человек. Поэтому много таких крупных площадок, которые из года в год с нами работают, и там традиционно много участников. Ну а если поговорить о G-Drive-арене, туда ездила наша съемочная группа, такой масштаб оправдал ли он себя? Было ли столько желающих, чтобы заполнить целую арену? Я думаю, что если бы мы открыли всю арену, было бы столько желающих, потому что в этом году у нас была супер-мега-быстрая регистрация. Когда регистрация началась, я просто зашла, и в течение пяти минут заполнились все места. Потом мы открывали еще дополнительную регистрацию, и эти места тоже ушли в течение нескольких минут. Поэтому интерес к арене и к диктанту очень большой, поэтому, конечно, у нас была мега-регистрация, очень быстрая в этом году. Стоит сказать, в отдаленных участках города тоже были открыты площадки, то есть мало кому приходилось куда-то ездить, чтобы поучаствовать? Ну да, если мы возьмем с вами географию, то это от нефтяников до ЖД вокзала. Поэтому это вот так широко раскинулись все площадки, и они были фактически по всему городу. Ну и сколько человек приняло участие в этом году? 2,300 написали диктант, и у нас еще есть тест-рут. Это иностранцы пишут небольшой тест и пишут небольшой диктант. Вот их в этом году 105 человек написали на четырех площадках. В основном это студенты, которые изучают в омске русский язык. Это больше, чем в прошлые годы показатель? То есть мы в прошлом году увеличиваем? Да, в прошлом году общая цифра была 2100, а в этом году вместе с трудом у нас получилось 2400. Вы сказали про диктант для иностранных граждан. Он как-то отличается от носителей? Да, он отличается. Во-первых, у них есть тестовая часть, и она такая, я бы сказала, что интерактивная. То есть там есть, например, картинки, и их надо совместить слово «тигр» и картинку «тигр». То есть в такой игровой форме изучают язык. Ну и текст диктанта у них в разы, конечно, меньше в сравнении с теми, кто владеет языком и пишет по-русски. Поэтому, да, есть особенности. Ну, среди участников наверняка студенты, которые приезжают по обмену, или кто-то приезжает по работе? По-разному, да, это разные страны, там и Уганда, и каких только стран у нас нет этих участников. Много людей. Но это те люди, которые учатся, например, в автобронетанковом институте, у нас в МГУ Достоевского, в ПЕТ-университете и в Академии МВД. В этом году мы организовали четыре площадки, где написали тест-труд. Мы видим, что ежегодно показатель участия увеличивается, все больше мячей приходит писать тотальный диктант. Как вы считаете, это положительная тенденция? Ну, я думаю, что да. Почему? Потому что на самом деле увеличивается, не увеличивается, но мы где-то вот в одной паре постоянно. То есть вот такого резкого снижения, и, как говорят многие, проект живет три года, после трех лет он умирает. Мы живем уже 12 лет, а во всей стране и в мире диктант живет уже 20 лет. Поэтому, а вот этот интерес, я не могу сказать, что он как-то меняется количественно. Да, он меняется, но цифры на самом деле не очень большие. Тут можно скорее говорить о стабильности. О стабильности, а интересе мячей к акции, и они регулярно приходят. Мало того, есть те люди, которые приходят ежегодно, и которые у нас, в прошлом году это было 8 раз, в этом году мы проверим, придут они ли к нам на вручение, и мы посмотрим, есть ли у нас те люди, которые написали 9 раз. Но вот одну из участниц постоянных я видела в вашем интервью, на вашем канале, она писала на арене. Поэтому я думаю, что эта тенденция, она сохраняется. Ну и давайте напомним нашим телезрителям, кто в этом году был автором текста и о чем было произведение. Василий Авченко, он из семи геологов. Личность такая достаточно интересная. Он пишет о родном крае с любовью, с большой любовью к нему. Он получил целый ряд премий. Поэтому тут можно любой источник открыть и посмотреть. То есть это достаточно талантливый писатель и журналист, который в этом году создал для нас специальный текст. И, как говорят участники, текст оказался с их точки зрения не очень сложным. О чем произведение? Об экологии, о любви к краю можно уже, в принципе, посмотреть тексты в сети интернет. Вчера штаб выложил все материалы в открытые источники. Поэтому в ВК можно зайти на их страницу, посмотреть и все тексты всех четырех частей. Потому что мы писали по часовым поясам, и разные часовые пояса писали разные тексты. Их можно посмотреть, прочитать, и у вас сложится картинка, о чем все-таки этот текст был. Потому что мы писали только свой кусочек. У нас была вторая часть. Наверняка уже известны самые частые ошибки участников в этом году. Всегда эта тема вызывает интерес. Елена Анатольевна, приведите примеры. Вы знаете, в этом году мы столкнулись с тем, что у нас ошибки, вот такие частотные, были связаны с написанием наречия. Ну, например, извне, сызмальство. Как это сызмальство только не писали и отдельно, буква «с», и вместо «ы» было очень много вариантов. Потом большая проблема вдруг возникла со словарными словами. Причем эти словарные слова штаб выкладывал в свою группу ВК. И они выделили в этом году 12 слов тотального диктанта. Среди них был кардинальный, ландшафт, изюбрь. Они раскрывали этимологию слова, говорили, как оно пишется. То есть если человек был подписчиком этой группы, он, в принципе, мог предположить, что на эти слова можно обратить внимание. Но ошибок вот в этих словах было тоже много. Дальше проблемы были с частицами «не» и «ни». И вы не поверите, с написанием слова «философский» через «в». Поэтому вот не знаю, что это новая яс. Писать мы привыкли в интернете, не обращая внимания на правила. Ну, в общем, вот философский через букву В. Очень много тоже было пунктуационных ошибок, сложные предложения, оформление однородных членов предложения. Тоже не справились и мечи. Ну и смешных ошибок. Вот мне коллеги специально выписывали, чтобы мы на интервью озвучили. У нас, например, была сирийская тайга вместо уссурийской тайги. У нас были, например, дерби вместо дебри или горнолыжный вместо горно-таёжный. Был бурно-таёжный вариант. То есть это то, что связано с ослышками, описками. Человек недопонял, может быть, чего-то не услышал. Поэтому, ну или вот, например, слово «дикарь» с именем Дерсу, оно воспринималось как имя собственное. Поэтому вот такие вещи, они всегда присутствуют в диктанте. Ну а когда проверяют работы, всегда ли ошибка? Это действительно ошибка? Может быть, неразборчивый почерк? Или диктор как-то не так передал текст? Дело в том, что у нас наша команда экспертов работает по целому протоколу. То есть у нас есть варианты. Дело в том, что русский язык вариативный, и можно поставить запятую, можно поставить, не знаю, там, запятую и тире. Поэтому есть вот эта вариативность. Есть варианты, которые мы не принимаем за ошибки. Ну вот, например, вот эти горно-таёжные, там имена собственные, мы их не подсчитывали за ошибку. То есть они не выносились, эти ошибки, на поля. Поэтому здесь работа председателя комиссии, и здесь работа экспертов. Причём периодически созваниваемся со штабом, обсуждаем какие-то новые вещи. И здесь, как вот со студентами, в пользу студента, здесь в пользу пишущего тотальный диктант. Поэтому мы стараемся максимально лояльными быть к пишущим этот диктант. К акции же можно подготовиться заранее, для участников ежегодно перед тотальным диктантом организуют какие-то мероприятия. В этом году так было? Да. ОМГУ Достоевского 12 лет организует тотальный диктант в Омске. И помимо этого мы организуем курсы «Русские по пятницам». Профессора, доценты Омского государственного университета проводят. Мы писали небольшие диктанты, делали разборы этих текстов. Поэтому можно было подготовиться. Мало того, эти диктанты мы писали, они были присланы штабом. То есть это не такая случайная вещь. Можно было отследить какую-то терминологию, посмотреть, как конструкция предложения строится. То есть какие-то вещи уже можно было увидеть. Плюс сам штаб организует онлайн-курсы, поэтому вы можете уже никуда не ходить. Дома на диване, с телефоном, с компьютером, как вам удобно, сесть и посмотреть то, что предлагает штаб. В этом году Омск не стал столицей тотального диктанта, хотя претендовал. В планах на следующий год есть еще раз заявиться? Вопрос провокационный, конечно. Дело в том, что в этом году у нас получился очень длинный сезон. Почему? Потому что мы с октября месяца начали работать. Позвонила Ольга Рябковец и попросила, сказала Омск, почему вам не поучаствовать? Вы стабильно участвуете, вам надо. В общем-то мы согласились. Сезон был очень интересный, был разнообразный. Мне в этом году даже удалось ездить в Ярославль, поучаствовать в конференции тотального диктанта, как раз где объявляли столицу тотального диктанта. Но, в общем-то, сезон оказался достаточно тяжелым, потому что он был вот таким длинным. Поэтому сейчас я не могу сказать за всю команду, будем ли мы в следующем году участвовать в конкурсе. Поэтому поживем, увидим. Потому что, по сути своей, вот этот проект тотального диктанта, он тоже для нас волонтерство в какой-то мере. Почему? Потому что у всех есть основное место работы. И тут надо очень многие вещи согласовывать аудитории, студенты и тут же тотальный диктант. Поэтому, конечно, год был такой насыщенный у нас в этом году с нашей командой. Тогда давайте поговорим как раз про организацию акции. Мы знаем, что участвуют всегда волонтеры, помогают. Кто ими становится? Как долго вы готовились к тотальному диктанту? Какая-то работа предварительная проводилась? Вот то, что касается волонтеров, на самом деле, вот даже если сейчас начать их считать, я думаю, что у нас это с вами не получится. Первая группа волонтеров, как я их называю, основная, мы набираем у себя в университете МГУ Достоевского. Большая часть, конечно, это волонтеры факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникации. И есть представители с других факультетов. В этом году в университете мы набрали больше 80 волонтеров. В чем была их задача? Ну, прежде всего, в том, чтобы доставить материалы до нужной площадки. Раздать, собрать и привезти назад на проверку. Были те волонтеры, которые сидели с нами, проверяли работу. Чаще всего это магистранты. Были те, кто вводили оценки на сайт. Поэтому вот работа волонтерская, она разнообразна. Были те, кто гостей встречали в корпусах. Но помимо наших волонтеров в МГУ, были волонтеры в других вузах, например. И они тоже набирали большие команды. И там тоже достаточное количество участников. Но вот если сложить всю сумму, то, наверное, человек 200 волонтеров у нас в этом году точно отработало. А экспертная комиссия по проверке? Вы уже сказали, туда входят магистранты. Кто еще? Экспертная комиссия у нас достаточно стабильная. Так как мы 12 лет проводим тотальный диктант, то в принципе уже сложившиеся традиции и команда. Это, конечно, прежде всего доценты и профессора факультета филологии, перевода и ведения и медиакоммуникации МГУ. Которые из года в год работают. Мало того, в момент подготовки к диктанту подходят ко мне и говорят, об этом году тотальный диктант будет. Поэтому у нас это уже в крови, нам этого не достает. И мы с этим работаем регулярно. Поэтому это, да, это такая сложившаяся команда, которая проверяет. У этой команды есть председатель Ольга Владимировна Золотнер, которая руководит всем этим, присутствует на вебинарах от штаба, дает все установки, то, как мы проверяем, какие запятые, какие пунктационные, какие орфографические ошибки. Поэтому это все уже отлажено как часы. Бывают случаи, когда участники не согласны с оценкой. Что делать в такой ситуации? Ну, вы знаете, у нас же все-таки не ЕГЭ, да. Дело в том, что мы после экзамена, ой, после экзамена, после диктанта традиционно проводим разборы в университете. И это вот такая классическая работа для нас, когда написавшие могут прийти, посмотреть свои ошибки, забрать свои работы и обсудить. Поэтому, чтобы вот были какие-то прям конфликтные ситуации, нет. Ну, а вот возможность прийти поговорить с филологами, с профессионалами, обсудить ошибки, это будет у омичей. В Омске всегда есть отличники тотального диктанта. Что их ждет в этом году? Ну, нас ждет, конечно, церемония награждения в конце сезона, поэтому это традиционно. Мы приглашаем, во-первых, спонсоров, партнеров. Мы им говорим большое наше спасибо, потому что без них акция тотального диктанта бы не состоялась. Ну и, во-вторых, мы приглашаем, конечно, отличников, вручаем им сертификаты отличников и вручаем небольшие призы от наших спонсоров и от наших партнеров. Ну и подытожим, Елена Анатольевна, мы уже говорили, что в 12-й раз в Омске прошел тотальный диктант, интерес не ослабевает. Так ли нужна эта акция? В чем ее прелесть? Почему омичи так активно идут участвовать? Потому что это состояние праздника, потому что это какой-то азарт, ажиотаж. Когда предлагаешь читать дикторам, там возникает какая-то ситуация конкуренции, когда журналисты говорят, а меня почему не позвали, а я тоже хочу, а вот этот актер бы тоже хотел прочитать вот на той площадке. Поэтому это какое-то особое состояние не только у нас, как у организаторов, у диктующих, у омичей, которые приходят и рассчитывают на какие-то сюрпризы, призы от нас. В этом году мы на всех площадках раздали автографы от наших хоккеистов арены, авангарда. Поэтому я думаю, что это вот такой хороший подарок для омичей, потому что болельщиков среди наших очень много. Поэтому вот это ощущение праздника, оно, конечно, зовет омичей из года в год написать тотальный диктант. Ну а с точки зрения грамотности населения? Это же наверняка популяризация русского языка, русской культуры. Да, конечно, вы правы, потому что помимо того, что мы организуем праздник, мы еще и поддерживаем русский язык. Я думаю, что не говоря о всяких политических вещах, но в современном мире это очень важная, это нужная идея продвигать русский язык. И когда вопрос возникает, организовывать диктант, не организовывать диктант, он по сути своей не возникает по одной простой причине. Русский язык в современном мире просто необходимо продвигать. Поэтому в том числе мы и занимаемся этой акцией. Елена Анатольевна, надеемся, в Омске тотальный диктант пройдет и в 13-й раз, и мы тоже с вами это обсудим. Спасибо большое за интересную беседу. А я напомню, это было интервью с региональным координатором тотального диктанта в Омске, доцентом кафедры русского языка, литературы и документной коммуникации ОМГУ имени Достоевского Елены Лукьянчиковой. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова